Сейчас еду с заправки, хотела заправиться, а там бензин сливают. В общем, не заправилась, неудача. В машине совсем мало бензина осталось. Я прям не поверила своим глазам, когда вышла на улицу, а тут на улице-то солнце, а я-то тут пальтишечко-то приодела-то. Думаю, ну холодно, все утро дождик шел. В общем, снимаю вам видео, это продолжение вчерашнего дня. И знаете, что хотела вам сказать? Тем, и кого я не назвала, я передаю тоже большой привет. Ты посмотрел мое видео, поставил пальчики вверх. Спасибо вам, мои дорогие. Вот, если кого-то пропустило, то не обижайтесь. Ну, не хотела вас обидеть. Так что солнце прям, видите, прям появилось солнышко. Стою тут на светофоре. Пробкой это назвать сложно. В общем, стою на светофоре, еду в офис получать свой заказик по восьмому каталогу. И, в общем-то, покажу вам, что я заказала, сколько у меня в этот раз. Да, в этот раз не сильно много, потому что некоторые клиенты хотят сделать заказ немножечко попозже. Вот, каждые три недели, конечно, люди заказывают. И поэтому уже кто как ориентируется. Кто-то под зарплату, кто-то еще там как. Ну, в общем, сейчас я вам покажу, доеду и заказ, что там новенького. Получу новый каталожик, очень жду его. Аплод. Ну, что так жарит, что так жарит? Оказывается, печка включена. Ну, правильно, у нас то мороз. Утрировано, так сказать. Дождь, холод, ветер. Ну, уральский климат, конечно же. Да, не знаю, как у вас, но у нас эти ветра, вроде бы, живем и не, у нас не степь, но довольно-таки ветреная. Если ветер, то он уже такой холодный, прям такой пронизывающий, прям насквозь, как будто уже приближение зимы. А все-таки у нас, как говорится, лето. Лето где-то. Знаете, у меня тут такой, это, анекдот Маша Адерман прислала большой-большой у тебя привет. Сейчас будет ковочки, потому что дорогу тут сняли. Такой, знаете, анекдот, сейчас вам расскажу его. Приходит Путин к гадалке. Она ему говорит, ты президент, последнее лето. Хм, ухмнулся Путин, сказал, значит, лето не будет. Вот, вот и я думаю, что перевыборы же будут президента. Поэтому, наверное, Путин сказал, что лето не будет, поэтому у нас его и нету. Ну ладно, давайте уже, я приехала, буду выходить и пойду уже в офис за заказом, за своим. Прям потеплело, реально. Аутфит оф зе дэй. Вот такие вот сережки. Значок Арифлейм с маленьким бриллиантиком. Приходили они мне. Подарок за работу. Ну, я не знаю, они, наверное, серебряные, позолоченные. Ну, в общем-то, вот такие вот сережки. Часики, колечко. Вот такая вот у меня брошечка тут с собачкой, напоминающая мою собаку, Пшаньку. Водолазочка, ну, вы уже ее видели. Вот это вот шерстяной вот такой вот сарафан. Валеный ручной работы со вставками. Вот здесь вот шелк приваленный. Вот такой рисунок платков. Ну, в общем-то, вот такой вот сарафанчик. Колготки с переливом серебристые. И с колцедонием. Макияж. Видно вам, не видно макияж? Вот такой вот парфюм сегодня. Вот такой вот череж компании Avon. А вот вроде как вам вот это вот все показало. У нас очень холодно. Поэтому собираюсь в офис и оделась по тепле. Потому что в офисе прям, ну, очень-очень холодно. Губная помада из серии Giordani Gold от Ariflame. Ее номер 304-52. Выглядит она вот так вот. Ну, красивая. Видите, как эффект таких влажных губ получается от этой помады. Тени. Вот смотрите, какой макияж теней. Это тени Mary Kay. Вот так они поближе выглядят запеченные. Использовала тоже все три оттенка. И тушь от Ariflame Hypnotic. Синяя подводка из серии The One по мастерам. Ну, в общем-то, вот такие вот глазки получились. Ну что, у меня, кажется, опять три коробки. Сейчас буду их скрывать. Видите, какая лента красивая. Скотч-то. 50 лет Ariflame. Заклеена красивенько. Такие коробочки. Вскрыла коробки и без вас даже не стала заглядывать. Ну, как обычно, сверху лежат накладные. И вон сколько добраться. Волноспек. Ну, регулярно. И вам советую его тоже обязательно пить. Смотрите. Каталоги. Литература. О, брошюра с новой акцией. Подарками. Как здорово. Смотрите, какая посуда. 99. 99. Все выполняешь. 9, 10, 11, 12. Еще ложка в подарок. Новая вот такая вот акция. Лето со вкусом. Так что, хотите такие подарки, пишите мне под видео. Будьте консультантами и тоже иметь вот такие вот все возможности. В общем-то, что у нас тут еще нового? Юбилейный альбом. Нет предела совершенству. 50 лет Ariflame. Интересно. Что это за книжечка такая? Ну, вот такая вот книжка. Читать, ознакомливаться, изучать. Такая вот книжка пришла. Да? Что тут? Что тут? О-о-о-о. Новые очки. Щепочка, козурики, косметики. Катулочка. Шкатулка для украшений. Много-много, в общем-то, опять всего. Да? Еще что-то положили. А, это вот такой вот положили подарочек. Крем для рук Пралине для тех консультантов, которые не пропускали целый год ни одного каталога и делали регулярно заказы. Крем для рук такой в подарок. И плюс еще вот такая открыточка. Ну, красивая открытка. Прикреплю ее на холодильник. В общем, стимул, видите, какой компания дает подарки. Это тоже очень довольно-таки приятно. Новый парфюмчик. Вот это все новое. Шушу, конечно, но потерпеть маленько. Козыречек. Так, ну, все это в видео увидите. Корзиночка в подарочек тоже. Вот это идет с упаковкой. И складывать бантик. Ну, все, я сейчас буду по накладным уже проверять свои эти три коробочки. Любоваться, смотреть, что интересненького увижу. Вам тоже обязательно еще сниму и покажу. Смотрите, ура, ура, ура. Наконец-то дождались. Пришли ноутбуки Lenovo в подарок. За сколько? Сейчас посмотрю в накладной. Так, так, так. В накладной. За 1999 рублей ноутбук пришел. Ребят, ну, это же супер. Получать такие подарки за 2000 рублей ноутбук. Ну, чисто такая символическая плата. Получить ноутбук в подарок за работу. Конечно, за работу. Не просто так компания дарит такие подарки. Поэтому, если вы хотите тоже иметь вот такие вот подарки, он, конечно, запечатленный, чтобы его донести до дома. Никто его здесь распечатывать, конечно, не будет. Но если вы хотите получать такие подарки, то нужно, конечно, работать, трудиться. Напишите мне под этим видео. Еще раз вам напоминаю, если хотите так же. Попытка номер два заправиться. Опять у нас заправки не перестают. Видите, еще дождь у нас не перестают работать. Илюха в садик. Ой, все уже вам сказал, в садик. Боже мой, заработалось. Я смотрю, в лагерь ходит. Вот, Лена Лучистая меня спрашивает, что не отдали. Нет, отдали, отдали. Ходит он в лагерь городской. Так что, все, припарковались. Будем справляться. В лагерь ходит, но погода, блин, ужасная-то такая. Так что, у них еще лагерь-то такой. Они с этого дома творчества ходят в школу, которая рядышком, туда кушать. То есть, на завтрак и на обед, и, соответственно, куда-то там в кино или еще куда-то. Это все у них там пешком или на трамвае они ездят. Но это все им приходится ходить. Поэтому в такую погоду дождливую. Видите, какие у нас лужи, если видно, да? Ну, по крайней мере, все стекла мокрые. Приходится им ходить. Не знаю, как он сегодня. Говорю, бери зонт, бери зонт. Не-не, я капюшон одену, мне капюшона хватит. Но, наверное, придется мне весь мокрый и будем сушиться. Блин, разозлилась, не могу на этой заправке. Вообще, Газпром нефть называется. Ну, в общем, там на этой заправке есть карточка. При заправке получаешь бонусы. Ну, и я, в общем, подхожу, говорю так, ну, подаю пластиковую карту там с деньгами. Говорю так, на эту карту вот столько-то заправить. А на эту еще потратить бонусы. Она мне говорит, хорошо, сейчас вас заправлю, потом вы, значит, пистолет обратно на колонку на 5 секунд. И обратно в автомобиль и ко мне снова подойдете. Ну, я все так и сделала, заправила, достала этот пистолет, поставила на колонку. Подхожу к ней, она там все оформила, значит. Я стою, ничего не льется. Она мне в этот рупор кричит. Вы что-то не то сделали, у вас колонка не сработала. Давайте еще. И, в общем, я так к ней ходила два раза. Она там кого пока обслуживает, пока потом. Мне говорит, что у меня с пистолетом все так. Я ей говорю, да вы что, издеваетесь надо мною? А там такая крыша не сильно большая, где заправляешься. Дождик идет, я уже вообще все это капает, я ей капюшон надела. Ой, я не могу. Она мне говорит, ну, извините, что такое-то получилось. Я говорю, ну, а что у вас такое оборудование? Вы же давайте это заправщик оставьте, пусть он заправляет, чтобы не бегать. А ну да-да-да. Вообще, я вот этим дождем просто вся вообще измучилась бегать туда-сюда, туда-сюда. Скорее бы уже домой приехать. Хочу видео снять. Не знаю, как получится, наверное, дома пасмурно. И будет такое, ну, освещение, сами знаете, да, такое не очень, да, когда света мало и будет такой свет, полумраки. Ну, не знаю. Посмотрим, что там получится. Вот мои коробочки, заказики. А, еще же я вам не показала. Надо будет вам показать. Подружка моя не смогла, у нее ребенок заболел, она не смогла прийти к нам на венчание. Все, пришла в офис, в офис забрала заказ и подарила подарок. Вот так вот. Светик, тебе большой привет от нас. Спасибо за подарочек. Подарила подарок, но покажу его дома. Уж не буду вам в машине показывать, потому что все так упаковано. Надо уже домой нести эти карабинцы две. Ой, так что так вот погода не радует. Ну, анекдот я вам рассказала, так что лето не будет, лето не ждите. Похоже, гадалка была права. Так что, я не знаю вообще. Ой, даже на заправке всегда постоянно какие-нибудь приколы и развлечения. А у вас как напишите с этим? Куда-нибудь пришли и что-нибудь, да, весело? Ну, хоть так настроение поднимается тоже. Я сначала такая разозлилась, думаю, блин, я уже тут бегать вообще устала, надоела. А потом такая уже села в машину, так смешно стало. Смеюсь такая, думаю, ой, побегала, поразвлекалась, фитнес, я же хотела все. Больше ж ходить, вот здоровый образ жизни, больше ходить, больше шагать. Ну вот, хоть на заправке побегала, а то сегодня же я на машине, погода не дает возможности погулять. Смотрите, вот такой вот подарок подарила мне подруга. Это вот такая вот икона Петру и Февронии. Отмечается этот праздник 8 июля. Очень красивая легенда по поводу вот любви Петра и Февронии. Она была красавицей неписанной красы, и она лечила Петра после того, как он змея-искусителя убил, который приходил, в общем, к жене его брата, брата зовут, забыла как. Вот, и когда он убил этого змея-искусителя, кровь на него хлынула, и он, получается, обжегся этой кровью, и были у него прям такие какие-то раны, порезы. Вот, и, соответственно, брат искал того человека, который смог бы его вылечить. И нашел он вот Февронию, и она сказала, я только смогу лечить Петра, если стану его женой. Ну, в общем, очень красивая история, такая вот легенда. Почитайте, очень-очень интересно. Так что вот такая вот икона, такой вот символичный подарок на венчание. Она очень довольно-таки, видите, такая большая, большого размера. Так что вот красивая такая семейная икона. Спасибо, Светик, огромное. Ну что, мои хорошие, спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Всем пока-пока!